и снова после короткой паузы мы продолжаем мы прошли два эпизода за у а это из-за винса следующий эпизод который мы будем проходить это эпизод за shell надеюсь будет интересно все та же автозаправка reds dinner сокусочная у рэда девочка пытается слабать на гитаре чего-то такое о этих мы видели да в игре это же ребята из группы вермана да и негра вон тут точно точно шел двести тридцать шестой день с начала эпидемии и шел твоя сестренка хорошо играет до у бекки был хороший учитель степ спасибо за это ей нужно было сосредоточиться на чем ты знаешь помимо всего остального да уж вырасти в таком мире как думаешь это сильно отразится на ней не знаю она уже меняется я пытаюсь ее защитить ему видимо мы действительно пытаемся защитить я пытаюсь защитить ее от этого мира настолько насколько это возможно но у нас здесь все довольно неплохо я хочу чтобы она выросла здесь они за этими стенами бека хороший ребенок сейчас дерьмовые времена и все равно придется пройти через все эти ужасы но если мы сможем оградить ее того дерьма что видела я спасибо стефани лада выступление было супер спасибо прям как на концерт влад запилен побывал бека это было замечательно спасибо сестренка может будем повторять это каждую неделю сначала нужно спросить разрешение главное чтобы не отвлекало нас отличная идея да это отличная идея может мы все устроим что-то вроде шоу талантов это было потрясающе бека нам всем сейчас нужна музыка я рассказывал что играл в группе да роман ты нам рассказывал она не хочет слышать об этом снова ну ладно ладно в таком случае возвращаемся к работе о и благодаря тому что будет вырастила овощи в саду сегодня у нас будет свежий суп ладно за дело хочешь помочь мне и шел провести проверку запасов еще бы на этот раз ты будешь проверить война реке я пушки круто но уж нет я не хочу что ты их трогал ладно но быть осторожна от пистолета может зависеть человеческая жизнь мы должны ухаживать за ними несмотря на то что нам лень до шел когда у тебя будет минутка встретимся на заднем дворе поможет покормить стражевых псов хорошо так ножи топор четыре ножа можно было бы поточить него ну не волнуюсь а это в списке дел которые мы должны сделать как у нас с патронами лучше чем мы думали мы давненько не пользовались оружием давай поговорим что хотел роман пока не знаю ты собираешься это выяснить да сейчас так посмотреть на фонарики ну давай посмотрим ну четыре фонарика одного не хватает мы так и не нашли тот фонарик нет наверное он где-то на кукурузном поле ну ладно еще чем не скажешь ребят нужна помощь не мы сами справимся до бека а ты иди помоги романова так фото раньше это закусочная выглядело хорошо людям платили за то чтобы ее убирали еще тогда сюда не так заходило много мертвых посетителей понимаешь так мы здесь видимо картина как это было навряд ли что-нибудь интересное куда-нибудь зайдем здесь так это штамм дверь на кухню касса в кассе точно ничего интересного не может быть дверь на кухню так огнетушитель нужно их проверить убедиться что все они исправны ну да не дай бог пожар так просмотреть на господи я бы все отдала за чашечку утреннего кофе кстати у меня тут утренний кофе так это что автомат с газировкой он уже давно не работает хорошо так это было дверь что еще здесь есть это еще дверь в кладовку раковина что-нибудь о длинница что-то помешать суп вкусно пахнет так что ж вы бросили и ушли так ладно видимо раковина это хорошо но мы знаем что воды нету на в кладовку пойдем так что у нас кладовки лестницу так чуть-чуть дверь полка консервы и консервы хорошо что больше не приходится устраивать вылазки ради них алкан припасы начинают заканчиваться слава богу что теперь у нас есть сад ладно хорошо 2 ёпк раз это ты ты меня напугал он голоден наверно он знает что сейчас время кормежки вы чё уроды их кормите что ли фу блин какая мерзость не могу не согласиться знаю что я сестра сказала что хочет заниматься их кормежкой роман мы уже это обсуждали беке не нужно заниматься такими вещами слушай я знаю ты думаешь что легкая жизнь для нее будет лучше но это не так это далеко не легкая не знаю но это может подождать это лучше альтернативы пусть она получит более короткую счастливы же чем длинную но полную смерти и ужаса все будет хорошо пока она может защитить себя но я не хочу чтобы люди стали и безразличны но ладно а что есть тот не знаю пойду проверю а я пойду внутрь жду не дождусь супа ребят от где вы вообще вот где вы вообще кишочки свежие берете это чё за хочу кого-то тут рубите на дрова но она пойдем посмотрим что там такое чё ты жрешь о господи подожди рачу чё наеста ну-ка ближе подойти по ютку раз этой пиджи напугало чуть похоже на маленькое животное какое-то не мы нафиг валим отсюда дурацкая идея на самом деле было смотреть что на том живет не этих то вы чем питаете ходячий ходящих не жрут а тут и дура господи никогда больше так не делай и что на тебя нашло я постоянно так делаю так ну просто нельзя вот так пугать людей теперь уже нельзя это небезопасно но что если бы у меня было оружие я могла подумать что ты ходячий о чем ты пуля во лбу будете все объяснила я видела ходячего на заднем дворе который ел щенка ну да точно маленькое животное это щенок был да думаю это просто подействовало на меня понимаешь он был таким маленьким в последнее время не думаешь о детях но после всего просто понимаешь принимаешь это как должное вот так да о них можно легко забыть верно но потом вот он ты видишь его и хочешь защитить а теперь его уже нет хреново но если клайв умрет мы можем заменить им тех ходячих из него выйдет лучше стражевой пес чем из них слышь ты тупая какая-то шел бека снаружи что-то происходит что там не знаю что то плохое нам нужно найти романа бека похоже у тебя не все дома сюда все черт идем нам нужно найти романа так и чего поймали кого-то да господи боже мой господи что ты с ним сделала я лишь завязал ему глаза и связал руки избил его кто-то другой эти синяки уже были когда мы его поймали стражевые псы застукали его при попытке схватить припасы нет они подобрались слишком близко к тому что он взял ранил кого-нибудь он что-нибудь взял еду лекарства все на что смог наложить руки он не взял ничего необычного никакой информации от него и получить не смог не думаю что он вообще говорить по-английски поверить не могу за пару последних недель к нам проникали дважды когда на нас напали в прошлый раз мы не смогли их поймать они ушли с огромным количеством медикаментов мы все знаем как не просто выживать там он пришел сюда за едой давайте просто дадим ему еды и отпустим а что если он не один мог быть разведчиком отпускать его слишком опасно нужно позволить ему остаться нужно отпустить его к черту давайте его отпустим будет прав нам нужно отпустить его зачем посмотрите на этого бедолагу мы бы сделали то же самое чтобы выжить мы не должны быть за него в ответе но мы можем дать ему еду и отпустить мы должны волноваться не его шансах а наших так что помешает ему вернуться еще раз и прийти вооруженным нам бы пригодились еще люди которые помогли бы нам будет нам не нужны здесь лишние люди да и посмотри на него что он чем он нам поможет он даже не горит по-английски наша группа и держится потому что мы умеем общаться между собой слышь это расизм я как негр те заявляю ой да мы зашел играем черт то есть те тысу ну да конечно нет ну сама подумай он не останется здесь если вы примете в группу незнакомца то мы все начнет разваливаться последний раз когда мы так сделали мотив потеряли брия затем наверно нас его проклятой лодкой группа развалилась из-за верно на его лодке они из-за доверия к незнакомцам верном все это время охотился за лодкой этой группы и саланы и когда она осталась без присмотра то мы просто украли ее вот тогда наша группа и развалилась ему нельзя здесь оставаться согласен оставлять его здесь не вариант его состоянии мы лишь зря потратим на него припасы слушайте мы все знаем какие у нас варианты так что давайте решать либо мы отпускаем его и рискуем либо мы убиваем его ты прав третьего не дано послать романа к черту ты серьезно давайте третьего не дано либо одно либо другое ну да ну да мы отпустим его это единственное правильное решение горития мы не можем отпустить его на убить его неужели это решение стефани бойт вы не хотите убивать его мнение джойс и клайва нам тоже известно решающий голос за тобой шел что ты выбираешь давайте его освободим это глупо мы должны освободить его бака это запомнит мы не можем но он даже не вооружен нельзя убивать его это не самозащиты же да что если он вернется сюда и навредит нам это не одно и то же но в прошлый раз джойс это было давно если мы убьем его то потеряем часть себя которую не сможем вернуть я еще не готов расстаться с ней чем народ что-то как-то сильно не не готов к этому ослабли его надеюсь вы знаете что делаете дайте ему еды три или четыре консервы в знак доброй воли затем увидите его отсюда нахер я не знаю понимаешь ли ты меня но лучше тебе понять вот что сегодня ты был на волосок от смерти а если ты еще хоть раз хоть раз придешь сюда или расскажешь кому-нибудь о том где мы то будешь жалеть что не умер сегодня ну как бы вот от женщины требуется женское решение проблемы роман видимо сильно недоволен за мужика играли бы решили бы по-другому наверно 259 день с начала эпидемии аллилуйя мы прожили еще сколько-то дней у тебя есть 4 четверки 4 же нет у тебя есть семерки с да у нас есть семерки чуть как эта игра страны я скучаю по игре на гитаре для публики в смысле это было глупо но весело потому почему мы больше так не делаем а со времен того нападения мы много перестали делать не стоило отпускать того парня будет был бы жив и все остальное было бы как раньше будет был уверен что мы поступили правильно а теперь роман помешался на том чтобы держать это место в безопасности все-таки на нас напали ты же знаешь что это невозможно правда ну в последний раз роман не хочет рисковать тогда ему стоит починить сломанные доски у парковки бека ты болен опять выходила за стенку ты знаешь как это опасно да это не опасно там нет никого кроме этих медленных ходячих о чем ты к нам уже два раза пробирались тупая ты болен там может быть кто угодно что если кто-нибудь увидите и пойдет за тобой не будет такого черт возьми бека шел мне нужно с тобой поговорить открыто в чем дело здравствуй бека здорово когда у тебя появится время подойди ко мне нам нужно поговорить это важно откуда такая таинственность я буду снаружи ты меня заметишь дай-ка нам минуту хорошо только не задерживайся что такое не волнуйся может он узнал прогнозки не знаю не знаю думаю ничего хорошего оставайся здесь я скоро приду расскажу тебе в чем дело когда вернусь господи итак бой дошлёпнули мы зря таки отпустили да почему их никто не поливает наверно потому что бой до грохнули так поговорить джойса это что такое ну блин незаконченная картина мазня да это мазня ну давай поговорим с джойс что она скажет ты знаешь что происходит не знаю что лет не мне рассказывать прошу скажи в чем дело они застали стефани за воровством а потом она пыталась сбежать ох ты господи что они собираются делать не знаю что мы можем сделать пойду поговорю с романом мы во всем разбираемся так ну и читал не нравится такое развитие сюжета то есть мы пожалели чувака у нас навестил из-за этого умер бойт ну еще какие дурацкие идеи мы придумаем это обязательно да роман отлично что ты пришла услышала про стефани мне жаль что делать будем ты знаешь что мы делаем что произошло мы поймали ее при попытке избежать она рискнула ну и что может это не сбегала может она не сбегала может она ненадолго захотела выйти за стену с тех пор как случился тот инцидент ты сделал это место не знаю угнетающим мы сделали его безопасным она явно пыталась сбежать она забрала с собой большинство патронов медикаментов она кинулась шелл всех нас теперь мы снова в том же положении что не можем держать ее здесь но и отпустить теперь тоже не можем ведь понимаешь почему я тебе это рассказываю ты хочешь чтобы я позаботилась об этом именно ты будет хотели отпустить того парня уговаривали всех нас рискнуть мы рискнули и мы ошиблись а теперь бойт мертв теперь у нас нет такой роскоши и теперь мне нужно знать что ты с нами на все сто процентов но она одна из нас я сделаю это давай сначала поговорим с ней я сделаю это у меня ведь нет выбора да у тебя есть пушка она в трейлере я даю тебе пять минут чтоб собраться с мыслями господи что же мне сказать бекки это решать тебе чтобы ты не сказала я поддержу тебя так ну и давайте какой-нибудь нелогичный поступок совершим шоу в чем дело у меня неприятности ну кроме того что ты не очень умная других неприятностей нет так это будет очень больно слышать давайте вот этот вариант то что я сейчас скажу будет очень больно слышать в чем дело дело в стефани она украла патроны и медикаменты и попыталась сбежать ух ты боже зачем она это сделала роман говорит что мы должны убить ее я согласна зачем она так поступила с нами это неважно она сделала то что сделала это было глупо ну роман хочет чтобы я это сделала мне жаль давай просто покончим с этим твой пистолет там ящики так и что у нас пистолет в ящике а это что такое взять ключи чё за ключи знаешь мы не обязаны это делать мы можем просто уехать что блин раньше мы выживали одни если уедем сейчас то будем уже далеко прежде чем они поймут в чем дело ты рихнулась и куда мы поедем там ничего нет пока мы здесь мы будем в безопасности группа защитить нас но надолго ли ну не знаю если мы будем выживать одни мы проживем меньше потому что ты знаешь правило если мы попытаемся роман выследит нас у нас нет выбора терьмы такие так и в чем будет я не хочу быть тем кем мы стали тогда позволь мне это сделать не только сделаю я ты никогда не должна делать такие вещи просто мне нужна минута как же все хреново да уж шелл пора ну что мы же такие хорошие поэтому мы наверно пойдем и застрелим стефани я не хочу подвергать и опасности если ради этого нужно стать такой значит так и будет да абсолютно нелогичное решение ну чё бери ключи побежали нет ладно ну что роман пойдем мне жаль чё тебе тоже жаль да мне тоже жаль так всегда бывает когда принимаешь дурацкие решения и потом приходится о них жалеть до эпизод шелл закончен мы опять прервемся на небольшое время и скоро встретимся и продолжим